Вместо каменных стен брезентовые, вместо домашнего очага мангал, вместо соседских посиделок собрание обманутых дольщиков. Эта история тянется с 2010 года. Именно тогда предприниматель Низами Айваз Аглы Гулуев затеял строительство этих домов. С тех пор много воды утекло, дома так и стоят недостроенные, а люди доведены до крайней степени отчаяния. У меня ипотека, у меня двое детей, я как бы мать-одиночка, я не работаю, я не работаю, мне негде жить, я просто приеду сюда со своими детьми, разложу вот так палатку и буду просто с ними здесь жить, пока этот Гулуев, мошенник, не выплатит мне деньги. Эта ситуация, увы, типична для России, но в данном случае дело усугубляется еще и тем, что за прошедшие годы изменилось и гражданское, и земельное, и строительное законодательство. Борьба с недобросовестным застройщиком превратилась в бесконечную череду судебных тяжб, и они, как показывает опыт обманутых дольщиков, зачастую не приносят результата. Я выиграла суд, но по исполнительному листу этот человек не рассчитывается, потому что официально он не имеет зарплаты, как приставы, ничего не могут с него взыскать. Ничем не могут помочь и представители правоохранительных органов. Несмотря на то, что у людей на руках документы на владение квартирами, пройти на стройку они не могут. Квартира построена? Ну пустите вы людей. Чего? Построена? Ну мы конкретно предлагаем. Что? Квартира построена? Ну дом стоит? Дом стоит, но есть разные понятия. Завершенное строительство, незавершенное строительство. Хорошо, давайте пройдем. Подобные собрания стали уже, к сожалению, традиционными. Их цель – не только показать застройщику намерение идти до конца в отстаивании своих прав, но и скоординировать совместные действия. Мы немало сделали тем, что мы уберегли очень много людей от покупки здесь, потому что реклама у них шла очень активно в интернете. То есть квартиры предлагались, предлагались конкурентно способные цены и хотели люди покупать. Мы активно разрабатываем интернет, чтобы не совершили наших ошибок. Главное требование этих людей – расторгнуть договоры и вернуть деньги. Получилось это сделать у единиц, даже несмотря на то, что некоторые сделки, мягко говоря, спорны. В 2010 году мы с женой купили квартиру на этапе строительства в первом доме. Был только начат первый этаж строительства. Квартира номер 8. Это был 2010 год. В 2014 году эту квартиру он перепродает по Марине и к тому же по ипотеке. По мнению обманутых дольщиков, подобные факты не должны оставаться без внимания правоохранительных органов. Мы, конечно, считаем, что здесь нужно заводить уголовное дело по статье 159, пункт 4. Это мошенничество группой лиц, которое подвергло людей к потере имущества. Серьезная статья, на самом деле. Надеемся, как бы сейчас у нас в планах посетить следственный комитет. Чем закончится это противостояние дольщиков и застройщика, не берутся предсказать даже юристы. Мы будем следить за развитием событий. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова